Всем привет! Сегодня я хочу рассказать об озере Инле, которое расположено в штате Шан в Мьянме. Это озеро с пресной водой, довольно-таки большое, около 116 квадратных километров. И примечательно это озеро тем, что около 70 тысяч людей живет прямо на озере. То есть люди построили дома на сваях, туалеты на сваях, рестораны, магазины, все находится прямо на воде. А для перемещения люди используют лодки различные уровни комфортности. То есть для туристов там есть лодки прямо с креслами, зонтиками от солнца, с одеялами. Местные жители используют лодки попроще, но они везде перемещаются на лодках. То есть дети ходят в школу, ну не ходят, а ездят на лодках в магазин, на работу. Люди занимаются в основном ремеслами, выращивают овощи на плавучих огородах и рыболовством. Как и по всей стране, на озере живут люди различных народностей. Но основная народность это народность Индха, что в переводе означает люди озера. Мужчины этой народности известны своим необычным стилем гребли. То есть они гребут стоя и ногой, а не рукой получается. Если я не ошибаюсь, это связано с тем, что на озере очень много растительности. И это затрудняет навигацию. И то есть стоя на лодке легче увидеть, куда ехать. Для рыбной ловли они используют своеобразные сачки в виде конуса, что позволяет им как бы заблокировать пути к отступлению для рыбы и убить эту рыбу копьем. Хотя мне кажется, что в последнее время с помощью таких сачков они больше ловят туристов, чем рыбу. Потому что рыбаки с удовольствием позируют для фотографий, подъезжают поближе. И я видела, как наша гид дала деньги рыбаку, который подъехал к нам. Наверняка, то есть позировать для туристов экономически более выгоднее, чем сколько они рыбок могут поймать с одним, ну с таким сачком. Но если это помогает людям выжить и остаться на плаву, так сказать, то я не хочу осуждать. То есть если говорить об экономике, об уровне жизни, конечно, как и в других деревнях, в Мьянме, уровень жизни довольно-таки низкий, уровень комфорта довольно-таки низкий. То есть домики очень простые. Но люди довольствуются малым, и мне показались они очень трудолюбивыми. В разных деревнях практикуют разные ремесла. То есть где-то живут кузнецы, изготавливают изделия из металла, где-то серебряные изделия, также лодки изготавливают. Мне еще понравился мини-заводик по производству сигар и шерута. Шерут – это местные самокрутки. Девушки там крутят эти самокрутки из листьев дерева, которое растет в штате Шан. И туда добавляют табак и различные ароматизаторы. То есть мяту, анис, кусочки ананаса, мед. И каждая из девушек может скрутить до 600-800 сигар в день. То есть они очень производительные. В принципе, у этих сигар довольно приятный, необычный вкус. И туристам можно попробовать покурить. Также на озере распространено ткачество. В основном с хлопка, шелка, а также из лотоса. Да, воня слышались именно из лотоса. Лотос является одним из самых дорогих материалов в мире. Он в 7 раз дороже шелка. Но надо добавить, что процесс изготовления изделий из него довольно-таки трудоемкий. Сначала стебли вытаскивают из озера, разрезают, с них вытягивают нити. Их потом скручивают, моют, сушат, красят. На изготовление небольшого шерфа требуется примерно 4000 стеблей лотоса, которые вручную ткут. А для стандартной 30-метровой мантии монаха, вот как монахи ходят же в мантиях, требуется 220 тысяч стеблей лотоса и 10 дней на изготовление. И это при условии, что над изделием будет работать 60 человек. Представляете? Говорят, сама культура ткачества из лотоса тут на озере началась именно с того, что одна женщина захотела преподнести настоятелю буддийского монастыря особенный подарок. И она решила соткать, ну она заметила, что есть нити внутри стеблей лотоса и соткала из них мантию. Лотос обладает одной особенностью, он хорошо контролирует температуру. В жару в нем прохладно, а в прохладную полгоду тепло. Поверьте мне, это проверено на себе. Хотя внешний вид, конечно, на любителя у изделий из лотоса. Также недалеко от озера Инле находится один городок Хехо, куда в основном туристы прилетают, потому что там расположен аэропорт. И вот там популярное ремесло – это изготовление бамбуковой бумаги и зонтиков из этой бумаги. Эти зонтики такие получаются яркие, красивые и могут быть хорошим сувениром, если кто-то хочет привезти что-то на память с этой поездки. Но основным сувениром, конечно, это будут воспоминания, потому что это озеро – очень прекрасное и необычное место для того, чтобы увидеть. Надеюсь, вам понравилось. До встречи в следующих видео! Субтитры создавал DimaTorzok